ну посмотрите какая красота вперед давайте готовить овощной бульон так лук-пурей обязательно помыть режем его произвольно учитывая что все-таки это будет у нас с вами бульон видите грязь если вы не помоете лучок все швах вы все испортите холодной водой большая морковка я ее помыл чистить не буду режем произвольно 3-4 капустных листа мытая картофелина тоже многие повара этого не делают а зря потому что картошка тоже дает замечательный вкус бульона плотность до на варитость один перчик любого цвета у меня вот здесь зеленый луковица это кусочек корня петрушки это кусочек сельдерея ребята наш бульон будет просто бомбически одна помидорка можете даже две дофигачить штук 5-6 грибочков несколько штук чесночка вот у нас состав овощей берете хорошую большую сковородку и разогреваете и максимальный огонь в наши овощи мы добавляем буквально две-три столовых ложки оливкового масла оливковое масло нам поможет хорошенечко все это поджарить можно щепотку соли черного перца все это дело мешает сковородка наша готова сейчас начнем гриловать наши овощи сегодня мы с вами будем делать салсу verde это итальянская салса которая очень хорошо сочетается с ризотто с морепродуктами и тому подобное вообще замечательная специя вот здесь у меня базилик петрушка и укроп листочки здесь но у меня остались стебли эти стебли мы тоже свои будем использовать для бульона жарить я их не буду я просто их порежу вот так вот на кусочки и отправлю вот в эту кастрюлю в которой буду готовить бульон потихонечку начинаем все сразу не надо вот так вот потемножку закрыли крышечкой грилуем до приятного золотистого оттенка овощи не передадут горечи бульону если слегка почернели вот если бы это были кости например мясные или же само мясо его так почернело то бульон горчил бы закрыли крышечкой пережариваем таким образом все ну вот отличные наши овощи слегка подгреловались они раскрылись сейчас заливаем холодной водой так чтобы овощи были покрыты нам нужно сделать очень очень плотный бульон на плиту довожу до кипения как только она закипит снимаете пенку и на медленном огне варим минут 40 друзья у нас прошло с вами в среднем 35 минут за эти 35 минут мы с вами приготовили бульон и запекли тыкву чувствуешь запах анютка о боже мой такая гамма вкусов да 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 именно так ну вот посмотрите какая красота конечно он похож на куриный бульон по сути и по запаху и по вкусу он плотный вот настоящие ребята бульон не просто водичка из одной морковки и 1 кул луковицы здесь настоящий полноправный бульон который можно просто пить вот добавьте туда лапшичку например получится прекрасный супчик идеально кстати вы можете заварить такие бульоны охлаждать их в холодильник и по мере необходимости использовать для соусов опять же для вегетарианцев это идеальная вещь